Память о невинно пострадавших в годы репрессий неразрывно связана с Екатерининским монастырем. Тогда в стенах древней святой обители располагалась политическая тюрьма, в застенках которой прошли свой крестный путь перед расстрелом многие видные деятели, священнослужители и члены их семей. А в 1992 году началось восстановление монастыря, вместе с которым стала возрождаться и молитвенная память. Хорошо, когда это не просто на словах, а еще и делами, это помнится, это увековечивается. И вот наш район в этом отношении, я думаю, идет в числе одних из лучших муниципальных образований в Московской области, где память о тех событиях на особом счету. Каждый год в конце октября по традиции Екатерининский монастырь посещают родственники репрессированных. Галине Юдаевой было два года, когда ее отца, священника Приходской церкви, арестовали, потом расстреляли. А в 8 лет на плечи Галины легло еще одно испытание – арест матери. Такой несправедливости она не потерпела и лично направилась в НКВД вызволять из беды родного человека. Я рыдала, не переставая. Рыдала на все здание НКВД. И, видимо, я им очень надоела ревом своим. И пришел такой важный человек, сказал – отпустите их. Мама меня донесла до выхода, и я потеряла сознание. Лежала долго в больнице, нервный срыв, и больше к нам не приходили. В свои 90-е Галина Юдаева возглавляет общественную организацию жертв политических репрессий. Сегодня в ней насчитывается более 130 жителей района, которых коснулись страшные годы репрессий. В их числе и краевед Александра Соколова. В 30-е годы раскулачили и выселили деда и пять его сыновей. Деда отправили на Соловки, а сыновья отвезли в город Свердос. Потом нас отца в 37-м году арестовали. Господи, души, усопши, крат в дворе. В храме священнослужители совершили божественную литургию, а по ее окончанию была отслужена панихида, после которой игумен Серафим обратился к присутствующим. Чтобы память ваша никогда бы не стерлась, чтобы вы эту память, эту горячую любовь и передали будущим поколениям. В 2013 году на территории обители установили поклонный крест и мраморную плиту. С тех пор каждый год под ножью памятника люди возлагают цветы в память о всех жертвах трагедии 20 века. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.